Дорогие телезрители, с вами безумно интересно. Я Карина Май. И сегодня у меня в гостях Александр Лорьяновский, управляющий партнер, директор по развитию онлайн-школы английского языка Skyeng. Добрый день. Добрый день, Александр. Я с чего бы, наверное, хотела начать. За кадром все-таки у меня зацепили этой фразой, что вы считаете основными конкурентами своими оффлайн-школами. Конечно. Рынок, вообще мировой рынок английского языка, это 60 миллиардов долларов. Это, на секундочку, больше, чем рынок всей компьютерной индустрии мировой. И все эти деньги в оффлайне. Поэтому в онлайне, такие же, как мы, мы такие очень маленькие, мы, наверное, маленькая зверушка на теле огромного монстра, динозавра. И, конечно же, наша задача в этой эволюционной гонке победить, как, в общем, это случилось во времена динозавров. И все деньги там, при том, что это сама по себе услуга, ну, а с одной стороны востребована, с другой стороны, ну, там, особенно в Москве, в больших городах, там, тут ходить на оффлайновые курсы, там, тратить кучу времени на логистике, заниматься в группах, где, там, это все не очень эффективно. Ну, потому что даже если в группе 5 человек, это значит, что в лучшем случае тебе, там, достанется 10% времени от всего урока, когда ты будешь там разговаривать. Вот. И когда услуга дешевле, когда услуга, там, меньше времени тратит, еще и более эффективно, то мы, конечно, очень сильно хотим, чтобы люди пользовались ею. А где брать, ну, клиентов? Ну, конечно же, тех, кто ходит и учится по старинке. А почему вы думаете, что они все-таки выбирают по старинке? Ну, потому что, когда нам удается перехватить человека, вот, когда человек уже заплатил деньги за оффлайн-курс, его к нам не сманить. Он уже должен оправдать, вот, что я же сделал правильный выбор, я же заплатил вот эти деньги, там, огромные, вот, я же разумный, я же правильно сделал. Но когда мы перехватываем до, человек говорит, да, господи, вы что, правда, можно так? Так. И вот у нас там есть канал продаж именно оффлайновый, когда вот мы в реальной жизни, то есть мы интернет-бизнес, который в реальной жизни клиентов, значит, ходит вот по улицам, собирает. И эти люди учатся дольше, потому что они вот собирались идти, там, заплатить в несколько раз больше денег в оффлайновые школы, и они вот говорят, ну, все, я нашел то, что я искал, и они там прям реально сильно лучше занимаются. Поэтому мы уверены, что это действительно так. А почему, интересно, вот, те школы, которые, ну, не школа, это неправильно, наверное, все-таки это как больше агенты, которые соединяют ученика и какого-то преподавателя, почему все-таки у них не получилось перетащить вот большую массу людей? У бирж вот такого сорта не получается, потому что они несут ответственность. То есть вот у нас сейчас 300 преподавателей, каждый из них был выбран из, там, 40, то есть у нас где-то там 1 из 36, 1 из 42 человек, учителей, которые подают заявку, потом мы принимаем на работу. Вот, то есть вот этот вот жесткий отбор прошли, и дальше мы очень сильно следим за тем, что как учитель ведет уроки. То есть вот там буквально у него, там, есть очень четкие методические указания, что нужно выполнять то, что, там, светлые умы человечества придумали в области языка. И каждый из этих пунктов учитель обязан выполнить, поэтому будет эффективность. Когда это просто свели репетиторы ученика, то может повезет, может не повезет. Будет учитель хорошо, учителя плохо, непонятно. Поэтому там нету вот реального успеха вот таких проектов. А почему вот школы оффлайновые, которые внедряют у себя какой-то там скайп с преподавателем, не очень успешно в этом уровне, по вашему мнению? Ну, примерно потому же, почему, там, например, e-commerce в России существует, ну, там, 15 лет точно, там, а зона еще больше, да? Вот, и только там последние, наверное, года-два можно увидеть, как оффлайновый ритейл начал думать про онлайн, и там мы видим более или менее успешный кейс. То есть 15 лет нужно было пройти, чтобы оффлайновый бизнес понял, что с какой-то стороны вот этого динозавра едят. Вот, и здесь примерно та же самая ситуация. То есть они хотят, они даже видят. То есть там мы видим, как большие бренды начинают показывать контекстную рекламу там в Яндексе и Гугле по запросу по нашему, там, нашей школе. То есть они понимают, что мы там у них перехватываем клиентов, тем более, что кризис у них там, по нашим оценкам, то есть нет никаких статистических исследований. Мы просто там, где можем посчитать число клиентов, которые приходят в школу, ну, там, где вот с улицы вход в классические вот языковые курсы, мы просто там ставим человека, который считает от людей. Ну, то есть кажется, что у них там спад достаточно большой. Поэтому для них сейчас каждый человек, он там на счету. Вот. Они думают, что туда надо идти, но это другой рынок, это другие каналы привлечения, это другой способ работы. Нужно очень много работать на удержание. Плайновый курс они берут сразу там за полгода, за год. Это там нужно платить достаточно большие деньги. Да, можно в кредит, но все равно большая сумма. У нас там можно покупать там по маленькому количеству уроков, ну, как вот мы там сотовый подкармливаем у себя. Вот. Поэтому мы очень сильно стараемся человеку удерживать, у человека мотивацию, чтобы вот сильно, вот очень сильно в это вкладываться, человек чувствует, что там, и его хотят. Вот клиент чувствует, его хотят, за ним все время следят. Внимание есть в какой-то. Вот это вот, да. И в результате, вот, когда вот большой бизнес сможет перестроиться вот в эту сторону, при этом на самом деле большой бизнес тоже такая вещь условная. Опять же, если посмотреть на мировой рынок, или посмотреть на российский рынок, или посмотреть на московский рынок, то здесь нет лидера. Там крупнейший игрок на рынке, он занимает первые проценты. То есть весь этот рынок, это такой достаточно большой длинный хвост мелких бизнесов. Поэтому, с одной стороны, конкурировать даже и легко. Вот. При этом понятно, что у оффлайновой школы есть бренд, есть имя. Если сейчас выйти на улицу, спросить 100 человек, их имена назовут, там, ну, многие люди, наши имени назовет никто. Ну, это пока. Но это тоже правда. Вот сейчас кризис, так скажем. Как-то у вас, клиентов, количество увеличилось? Есть ли какое-то перетекание? Ну, мы не знаем насчет перетекания, вот, в смысле, нельзя сказать, вот прям, но то, что, говорю, по нашим подсчетам, примерно в два раза уменьшилось наполнение вот оффлайновых курсов с прошлого года, ну, там, с января, а мы выросли где-то примерно в три раза за это же время, то можно сказать о том, что люди, в общем, быстро поняли, что есть способы быстрее и дешевле. Но у нас при этом понятно, что у нас такой бизнес, он операционный, да, то есть там все пошлые сравнения с Убером, которые уже там в зубах навязали, они там, в принципе, про нас. Ну, потому что нам надо одновременно растить, там, число учителей и число учеников. Нельзя набрать учеников, потом идти искать учителей, нельзя набрать учителей, потом идти искать учеников. Вот, поэтому мы не можем там рекламироваться всеми теми способами, которые, ну, вот, то есть, классический, там, телек, наружка, вот это все-то не для нас. То есть, для нас хорошие каналы привлечения, это те, которых можно посчитать и которых можно включить, выключить быстро. Ну, чтобы не облажаться, чтобы не там, или не схлопнуться, там, как карточный домик. В какой-то момент начнутся работать рекомендации, так или иначе, вы уже не остановите этот вал тогда. Нет, 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 к счастью, к счастью для нас, это сначала мы поняли, что, то есть, ну, там, поскольку у нас, вот, у каждого ученика есть, там, имя, мы его знаем, мы там с ними периодически глубоко такое беседуем, мы спрашиваем, типа, вот, там, а что у нас не нравится? То есть, и когда мы поняли, что люди отвечают на вопрос, о чем мне нравится, что значит не нравится, я вас всем посоветовал, вот, мы поняли, что надо, значит, теперь это в мирное русло энергии направить, и у нас, в принципе, там, вот, там, то, что называется, приведи друга, это, там, добрая, там, пятая часть трафика, которая к нам приходит. Ну, это, 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 это хороший показатель, да. Да, да, да. Я интересуюсь, почему, почему только английский язык? Ну, потому что для стартапа, наверное, все-таки, вот, сконцентрируйся или умри, при этом любой другой язык, он в 10 раз меньше. Ну, согласна. Вот, ну, и, собственно говоря, если у тебя есть очень большой рынок, на который есть очень большой спрос, зачем тебе, а, распыляться, и, б, работать на том, что меньше? Ну, то есть, при этом, на самом деле, то, что же мы хотим, вот, совсем хотим, это же, вот, там, революция, громкое слово такое, но, тем не менее, мы действительно хотим, чтобы добиться, чтобы мы отвечали за результаты. То есть, сейчас в образовании все отвечают за процессы. То есть, там, сколько стоит, там, научиться играть на пианино, сколько, там, стоит времени, денег выучить китайский язык. Ну, тебе любой скажет, ну, ты начни, а там мы посмотрим. Ну, это вообще в менеджменте сейчас, в любых компаниях все на процесс, на процесс, а где же результат? Не, ну, не-не-не, результат, вот, там, 150 лет назад Джульвер написал книжку про, там, 8 дней вокруг света. Вот, и тогда вот это был некоторый процесс, там, ты садишься и говоришь, там, сколько времени стоит, там, добраться из Лондона до Парижа. Ну, известны случаи, когда это, там, удавалось сделать, там, за две недели. Вот, но как это будет в своем случае, никто не знает. Вот, сейчас мы, когда садимся в самолет, мы же не спрашиваем, там, сколько времени, там, долететь, там, до Нью-Йорка, тебе говорят, ну, знаешь, садись, а там полетим. А в образовании еще так, там, 150 лет назад так было и в общественном транспорте. Вот, и при этом, то есть, вот, ну, услуги, они все равно, каждая услуга, она доходит до того, что она становится предсказуемой по времени и по качеству. Там, когда-то сидел ростовщик, сейчас, там, даже и человека уже нет, там, компьютер, скоринговая программа, и кредит тебе выдали. Вот. Мне понравилась в этом плане ваша история про преподавательницу, которая задавала разные вопросы. Да, 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 вот. И вот это вот, когда ты все начинаешь потихонечку оцифровывать, каждый такой кусочек, и вот делаешь из него, ну, вот, работающую систему, вот, и ты с каждым разом все больше и больше учишься предсказывать. И идеальная, конечно, задача, чтобы на берегу человеку сказать, вот вам там 317 часов, вот, и мы гаранти... Нет, сказать-то мы не сейчас можем, вопрос, можем ли мы гарантировать, что за 317 часов человек будет знать в... Ну, знать это же не просто, опять же, что такое знать, где результаты. Можно съездить на интенсив, у тебя там через две недели все разговаривают, все такие приезжают счастливы, все, я разговаривался. Все хорошо, проходит еще там месяц, и где что в голове осталось, да? Все забыли. То есть, да, вот это вот долгосрочность. Я понимаю, что вы делаете акцент на вот вообще, как память работает, да? На том, как сделана память, на том, как не заставлять человека учить лишнее. Ну, там вот, ну, потому что берешь любой учебник, там, тема, не знаю, там, завтрак, да, и вот ты смотришь, и тоскливо понимаешь, что ты... Тоскливо — это первое слово, которое возникает. Что ты сейчас будешь учить 100-500 названий блюд, из которых никогда в жизни не съешь три четверти. Зачем? Зачем название всех этих столовых приборов, когда даже, ну, там, вероятность попасть на прием к английской королеве, ну, вот зачем? То есть, это тебе не нужно. Тебе нужно выучить вот это. Вот. И вот там человек хочет прочитать, вот что такое результат? Результат там, тебе хочется прочитать, не знаю, там, вот сейчас там выходят «Звездные войны новые», да? Вот хочешь посмотреть его и понять, что там происходит? Давай мы посмотрим на твой словарный запас и дадим тебе тех слов, которых ты не знаешь. И вот это для человека некоторый результат. Я посмотрел «Звездные войны» без перевода. И я, вот это да, вот, и тут человек говорит, вот я могу. Вот это вот очень важно, потому что образование как в фитнесе, вот, мотивация работает вот, вот, значит, и в скорости вызревания. То есть, пока там вот человек, наконец, принимает решение, что надо этим всем заниматься, и сколько там у него преград на этом пути тяжелом, чтобы там, пока он даже форму купит, а потом еще через полгода. Ну вот, вот это вот все, вот образование точно так же, вот надо, вот, ой, вот как было бы хорошо. Вот, и потом, в конце концов, все-таки доходит до этого самого фитнеса, да, вот, и платит деньги, он считает, что все, он свою функцию выполнил. Все, теперь ваша очередь, давайте, ну, ну, делайте уже что-нибудь. Ну, он считает, что если заплатил, все, если выучил. Все, все, да, все, все, я-то свое сделал, теперь я же зашел вам деньги-то плачу. Вот, и вот, и вот, и вот, когда им кто-то там, он 15 минут позанимался, он тут же бегом смотрит в зеркало, вот, там, ну, уже что-то уже есть? Вот, и если кто-то говорит, слушай, смотри, вот, ты прям молодец, вот, прям как будто, вот, он с очень большой вероятностью, он дальше продолжит. Вот, если там он услышал смешок, даже не важно про что, не про себя, но все равно вот, мотивация падает. Вот, и вот эта задача довести человека до его результата, вопреки его мотивации, вопреки я не хочу. Потому что у нас, например, по статистике самый главный враг обучающегося языку, это январские каникулы. Дорогие телезрители, мы вернемся к вам буквально через пару минут. Дорогие телезрители, мы вернемся к вам. С вами снова «Безумно интересно» и я, Карина Май. Я напоминаю, что сегодня у меня в гостях Александр Лорьяновский, управляющий партнер, директор по развитию онлайн-школы английского языка Skyeng. Александр, давайте все-таки вернемся. Какие вот месяцы простые? Я уже где-то слышала, что январь, май, там буквально три или четыре месяца, да, считается рабочими? Нет, у нас на самом деле, вот кризис все поменял, то есть до кризиса действительно там народ любил отдыхать. У нас сейчас, мы январь закрыли даже больше, чем декабрь, ну то есть февраль был еще больше и количество клиентов растет. Может быть это передать ездам, там на горных лыжах кататься быть? Ну так все-таки кажется, что у нас там почти по всем направлениям спад идет по туристическим, все-таки людям больше нужно для работы. Но тем не менее, действительно, после там перерыва, после даже вынужденных этих каникул, если не на горных лыжах, то на даче, вернуться и продолжить, это, конечно, целая задача. Вот, поэтому мы учимся таких людей вытаскивать, не давать им пропасть. Александр, давайте все-таки поговорим о том, как у вас все устроено, потому что я знаю, что вы не используете Skype, как обычная онлайн-школа. В чем проблема скайпа первая, что вот сейчас мы с вами разговариваем, а где-то там два человека разговаривали по скайпу, а ты за это взял деньги. А что они там делали? А был там вообще урок, не был урок? Может интернета не было. Да, вот, и тогда мы поняли, что нам надо делать свою платформу, и когда мы сделали эту платформу, мы сразу научились на ней делать очень много вещей. Главное, что мы научились очень многие вещи считать. То есть сейчас те методики, по которым мы преподаем, они строятся на основе того, что называется научный подход. То есть когда мы делаем какие-то выводы, это действительно работает. Не я так вижу, не автор так вот придумал. Мы начинаем делать это именно с точки зрения методически, статистически верных вещей. Это вот наше там очень большое преимущество. То есть мы начинаем еще больше гарантировать, что результативность будет. Мы знаем, почему мы это мерили, мы это просчитывали. Потому что люди могут ошибаться. То есть математика в этом смысле куда лучше работает. Точно так же мы там научились, например, подбирать пару преподавателей-учеников. Вот это очень интересно, как вы это делаете. Ну, в смысле, поскольку нам все-таки мы не служба знакомства, не надо создавать ячейку общества, нам не надо очень точно. Поэтому мы научились определять темперамент. Ну, то есть потому что если ученик там, например, быстрый, а учитель медленный, или наоборот, они будут друг друга раздражать. Вот. Мы научились собирать, чем человек интересуется в жизни. Ну, то есть у нас сейчас у всех есть социальные сети. Мы всем любим рассказывать в открытом доступе, чем мы живем, чем мы интересуемся. Это из-за той преподавательницы, которая мониторила перед уроком. Да, да, да. И вот когда мы научились понимать, что вот если у них есть общая тема, про что поговорить, если они обе там занимаются вышиванием, если они обе там любят те же самые там горные лыжи, им всегда будет комфортнее о чем-то разговаривать. Вот. И мы научились вытаскивать у человека требования к учителю. Должен ли учитель быть строгим, но справедливым? Или он должен быть таким рубахой парнем? Будет ли он спрашивать там домашнее задание или лучше не надо? Ну, потому что есть люди, которые там не могут это делать. Вот. То у нас вот эта вот совместимость позволила резко улучшить качество образовательного процесса. И наложили это все еще на платформу, когда учитель делает не то, что ему пришло в голову, а то, что ему сейчас компьютер подсказывает. Какие слова человек знает, какие не знает, с каких он грамматических конструкций сделает ошибку. Вот сейчас он сделает вот это упражнение, а чаще всего он в нем ошибается, поэтому ты дай ему там ошибиться, а потом его поправь. Или наоборот, чтобы он не ошибся, скажи ему, напомни ему это правило, и тогда у человека там получится. Ну, то есть вот все вот эти вещи начинают, вот получается такой гибрид, мы это называем такой экзоскелет для учителя. То есть когда он сам по себе, ну, потому что есть вещи, которые компьютер никогда не... Ну, или там на протяжении ближайших десятилетий не будет уметь делать то, что умеет делать учитель, например, объяснять, да? Но держать в голове всю информацию о том, обо всех особенностях ученика невозможно учителю. Вот. Поэтому компьютер ему подсказывает, что надо делать, а учитель уж это умеет делать так, как это умеет делать. А учитель что, сидит и нажимает кнопку, когда ученик ошибается? Нет, почему? Он просто это видит на экране у себя, в общем, ну, то есть, как, ну, здесь, ну, в смысле, современные, там, компьютерные технологии, они, в общем, позволяют делать такие вещи очень легко и быстро. Ну, давайте тогда спрошу так, а если бы вы решили в другой язык включить вашу систему, то эта система бы позволила тоже так же определять ошибки? Ну, ее бы пришлось немножко переделать, конечно, ну, потому что языки разные, правила разные. Ну, потому что вот в русском вообще слова, как хочешь, представляете, как понять, ошибся человек или нет? Все верно. Не, на самом деле, там же надо еще мерить не только это, надо, например, мерить, сколько времени проходит между тем, как учитель спросил, и ученик начал отвечать. И это время меняется или не меняется? Вот. Или, там, например, ну, там, время на раскачку. Ну, потому что если, там, урок в 8 утра, то, скорее всего, нужно дать времени на раскачку чуть больше, потому что, ну, иначе просто, там, часть урока пройдет, человек ничего не запомнит. Его нужно разговаривать, его нужно включить, разбудить, в конце концов, вот просто. Вот. И вот это все, а сколько времени? А если много, то у ученика начинает возникать ощущение, что, ну, он зря тратит время, что они там просто болтают, да? Вот. И вот это нужно тоже научиться все эти вещи считать. Поэтому, ну, система распознавания речи, к счастью, опять же, ну, то есть у нас у всех, там, есть в телефонах, там, мы уже знаем, что можно, там, скомандовать на «Окей, Гугл» или там «Привет, Сирии». Есть разные варианты эффективности. И оно, не, в целом оно уже работает. Оно будет еще улучшаться, но в целом уже работает. Поэтому, то есть мы, например, понимаем, сколько времени говорил учитель, сколько времени говорил ученик во время урока. Потому что тоже бывает иногда у учителя, которых там не остановить. А если ученик просит, например, говорит, хочу, чтобы вот учитель больше говорил, я на слух лучше воспринимаю, может быть, запоминаю хорошо. Нормально, нормально. Вот это хорошо. Но мы все равно, опять же, понимаем, что такое правильно. Потому что запоминать «Да», но без речевой практики ничего не получается. Поэтому ты должен это услышать и это правильно воспроизвести. А вот все-таки мне очень интересно про эту систему, которая запоминает, какие слова ученик говорил, какие надо подтянуть. Здесь все достаточно просто. Есть частотное распределение слов. В общем, человечеству известно уже много десятилетий. Мы понимаем, что если человек понимает, знает, например, 120-е, 130-е слово, то первые сотни он точно знает статистически. Может быть, какой-то одной из них нет, но, скорее всего, да. Знает ли он все значения этих слов? Наверное, нет. Наверное, нет. Но если он при этом знает тысячное слово, то, скорее всего, из сотых значений он знает. То есть там известно, на эту тему наука достаточно хорошо продвинулась. Поэтому мы строим вот такой анализ, понимая, какие слова он употребляет, какие он знает в активе, какие он знает в пассиве. Это тоже важно, потому что когда ты читаешь и переводишь, а, ну, слово знакомое, но на язык оно тебе никогда не приходит. Значит, это слово нужно перевести из пассива в актив, значит, нужно больше его давать в упражнение, нужно заставлять человека говорить это слово, тогда оно начинает, он начинает его употреблять. Вот, собственно говоря, вот так оно и происходит. Поэтому это, вот это распределение построили, понимаем, начинаем мерить и начинаем смотреть. Вот здесь вот у него это слово не произносит, это слово не произносит, это слово не произносит, это слово не произносит, должен произносит. Значит, что, надо давать домашнее задание, значит, надо давать упражнения на эту тему, значит, надо учителю сказать, что вот эти слова, пожалуйста, чтобы ученик произносил. А вы не пробовали проанализировать именно словарь самого человека и давать именно, скорее, как перевод его же словаря? Мы можем знать с вами какие-то слова, но они нам просто не нужны сейчас, поэтому мы их даже не будем использовать. А заставить человека произнести все слова, которые он знает, невозможно. Ну, если там есть система, которая анализирует, он же что-то говорит все равно. Да, но при этом, вот, например, когда мы готовим еду, мы используем какие-то слова, которые обычно в жизни не произносим. То есть, вот, а знает ли человек эти слова или не знает? Поэтому куда проще в этом смысле довериться науке, которая говорит о том, как правильно мерить вот эти вот адаптивными тестами, как правильно мерить словарный запас человека. Мы можем чуть-чуть ошибиться, но это не страшно, потому что, ну, мы говорим человеку, ты знаешь вот это слово? Говорит, да, ну, отлично. А вот из этих 30 слов тоже какие-то знаешь, вот эти вот эти, а что они обозначают? Вот это, ага, ну, все, значит, вот понятно, примерно знает. То есть, там, как вот ребенок, да, то есть, там, пятилетний ребенок знает один объем слов, там, семилетний ребенок знает другой объем слов. Может, пятилетний знает еще какие-то там специальные слова, которых, там, не знает даже десятилетний. Ну, хорошо, замечательно. Но, в целом, для того, чтобы нам с ним правильно коммуницировать и его развивать, эти знания, ну, не обязательно. Но мы понимаем точно, что вот этот ребенок, там, развит не по годам, и ему можно уже давать, там, чуть более сложные книжки, а вот этому ребенку надо еще вот здесь вот. И вот это вот та же самая история. А вот все-таки интересно, вот какие-то результаты оцифрованные уже есть, насколько эта система помогает ускориться, или вот сколько вообще времени нужно, чтобы дойти до какого-то уровня? Не знаю, есть такие какие-то параметры у вас? Еще достаточно грубые. Ну, они у нас уже есть. То есть мы понимаем примерно, сколько часов нужно примерно, чтобы вот, там, прыгнуть на ступеньку. Ступенька — это как раз вот эта разница между примерно, там, 4-х и 6-летним ребенком. Вот примерно вот такая. Вот. Она вот где-то там, в среднем, где-то примерно около 80 часов надо. А все-таки насколько быстрее по отношению к вот обычной, там, системе или к оффлайновой школе? Вы как-то сравнивали такие результаты? Мы пока меряем тем, что люди говорят. Вот здесь, да, то есть когда вот клиент говорит, да, я вот не мог, а сейчас смог. Вот, когда человек говорит, да, я научился это делать. Ну, там, вот, опять же, там, человек говорит, на меня повесили, там, теперь мне надо сделать служебную переписку. Ну, это, во-первых, значит, что его не надо сильно тянуть на разговорную речь, а надо больше тянуть на письменную речь. Когда человек говорит, да, я все, я теперь могу делать эту задачу, я с ней справляюсь, все окей, значит, мы свою задачу выполнили. То есть мы все-таки меряем результатами не уровней, а вот смогли ли мы нанести эту непоправимую пользу человеку или нет. Получил он то, зачем пришел, или не получил. Вот это вот ответственность за то, что ты делаешь то, что человек хочет, а не то, что он там декларирует. Я там хочу разговаривать. Ну, все же говорят, зачем вам английский? Ну, там есть люди, которые знают, но там говорят, ну, потому что как же без английского? Потому что надо знать английский. Да, да, да. И вот задача правильно вычислить, а как ты им будешь пользоваться? А как ты будешь понимать, что ты вот можешь, да? И выясняется, что, а мне вот, например, там, чтобы там с девчонком знакомиться, разговаривать, о, отлично. И сразу становится понятно, как человека привести к тому, что он на самом деле хочет. Ну, а есть ли клиенты, которые продолжают тут учиться, передошли до определенного уровня и остаются с вами? Да. Таких много? Да, да. Ну, не очень много, потому что, ну, это значит, что человек еще не дошел до того, чего он хочет. А, да, логично. Не всем нужен все-таки высокий уровень. Да, 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 конечно. Вот, кому-то достаточно, вот, обычный разговорный язык, а кому-то нужно, там, устроиться на работу в компанию мечты, и он, вот, там, пять дней в неделю, там, по два часа, он сидит и занимается. Здесь как раз вот видно людей, которые, вот, не знали, и они первый раз попадают в какое-нибудь, даже достаточно дружелюбное зарубежье, там, типа, вот, Турции или Египта, где не все знают русский, и когда они справляются с какой-то ситуацией, нереально возвращаются, вот, учителя рассказывают, да, представляешь, у меня в номере сломался кондиционер, и я смог объяснить, мне его бы отремонтировали. Вау! Да. Все, вот, спасибо, спасибо огромное, знаете, я бы не знал, как бы я это делал по-другому. Ну, то есть, приходил и показывал пальцем, нет, а тут я пришел и сказал, что у меня сломался кондиционер, и когда они меня, там, что-то спросили, я им даже что-то ответил. Вот это счастье, или, там, на паспортном контроле у меня попросили что-то, а я понял, что меня попросили. Вот, все, вот, и все, вот, после этого он понимает. Он может на этом уровне даже остаться, но уже у него в этом месте открывается мир, и он понимает, что ему не надо, там, ездить, вот, большими толпами. Он может общаться со всем миром, а не только с тем. Что он может вообще поехать, куда хочет. Я благодарю вас, надеюсь, что ваш проект поможет действительно большему количеству людей общаться без границ, я понимаю, в этом все-таки, наверное, миссия. Дорогие телезрители, с вами было безумно интересно. Я Карина Май, и я напоминаю, что сегодня у меня в гостях был Александр Лориновский. До следующих встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова